У нас то очень жарко, то на грани дождя. В общем, как обычно, все без крайности и крайности. Наш Шаролин, ты видела? Я говорю, кто? Я стоял рядом с живым Шаролином. Я говорю, вы мне хотя бы покажите и расскажите, кто он. Самое, на самом деле, потрясающее, когда хороший человек, обаятельный человек, при этом оказывается еще потрясающим специалистом. И я думаю, что таких гостей будет все больше и больше, и географии их тоже будет все больше и больше. Спасибо, и я даю слово Александру. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Сегодня хотелось бы поговорить про декоративные деревья, кустарники, как их формировать, в чем разница, в чем у них схожность. Потому что принципы, они абсолютно одинаковые. Для начала хотел бы объяснить, что у нас есть деревья и кустарники, в чем у них разница, в том, что у дерева это обычно есть центральный ствол, он растет вверх, он неизменчив на протяжении всей своей жизни. У кустарника таких стволов много, и они периодически изменяются. Для того, чтобы разобраться вообще, что у дерева происходит, у растения, можно будет на примере некоторых кустарников, один из них показать. Вы очень часто видели, наверное, как у, допустим, яблони, груши, ветки по тяжести плодов нагибаются, дальше потом начинает расти новая ветка, и у кустарников это так же абсолютно. Потому что гормоны роста, они там движутся наверх, растут, потом они по тяжести наклоняются, и здесь начинает у них вырастать новая такая вот метелка. Эта часть, она отмирает. Поэтому, если взять, допустим, спириосерое, пузыри плодника, также, допустим, рос основной побег, вот этот, он потом по тяжести наклоняется, эта часть уже не растет, начинает у него отрастать здесь в середине вот такие новые побеги. У нас сейчас во многих садах люди не знают, как его обрезать, и, в принципе, просто берут, допустим, ножницы и начинают просто задавать форму. Сады бывают абсолютно разные, есть где-то уместно, неуместно топиарные формы, регулярные формы. Допустим, шарик можно просто взять, подкорректировать, и он будет шарообразным. Либо нам нужно цветение. Поэтому тут уже мы смотрим, вот, допустим, у дерева, у него ствол, он неизменен на протяжении всей своей жизни. В какой-то момент, когда у нас дерево стареет, ствол может там поломаться, у него просыпается спящая почка, идет возобновление новой кроны, новый ствол вырастает. У кустарников это происходит на протяжении всей своей жизни. Один ствол ушел вниз, он начинает отмирать, следующий вырастает. Это по такому принципу. Принципов обрезки у кустарников есть, где-то, наверное, штуки три. Мы можем оставлять неизменно один ствол. Видите, все волчки, мы можем их убирать, укорачивать. Таким вот образом. Что-то оставлять. Она потом, на следующий год, засветет. Будет у нас, естественно, крона. И за счет того, что у нас питание будет, здесь мы укорачиваем, благодаря обрезке мы симулируем обрастание, отрастание вот этой вот части ветки. Здесь мы можем снимать нагрузку, убираем, укорачиваем, лишние ветки. Также у яблони, у груши, потому что по тяжести она опускается вниз. Гормоны роста сюда уже не идут, они идут наверх. И если мы снимаем нагрузку, у нас ветка не опускается ниже горизонта. Она будет всегда у нас приподнята, и здесь будет активный рост. Поэтому, если нам нужно, допустим, усилить рост, мы можем вот эти вот части привязать, тем самым здесь почки у нас не активные, они спящие, а здесь почки активные. И весь рост идет сюда. За счет этого у нас будет, естественно, форма. Это касается абсолютно любых деревьев, абсолютно любых пустарников. Мы можем взять спирею, по такому же принципу ее формировать, на перевод. На перевод мы обрезаем продолжение ветки, а вот эту часть, веточку, мы ее не пререзаем, не укорачиваем, мы просто на нее переводим. За счет этого все питание идет сюда, и она у нас дальше идет в рост. И это касается абсолютно всех. Барбарис. Он тоже вот рост-рост-рост, зацвел, подтяженность плодов опускается, здесь идет возобновление, идут новые побеги. Если мы их не будем укорачивать, то они возьмут лидерство, они будут у нас выше вот этого плодоносящего конца, и все пойдет наверх. И потом вот такими канделябрами он из года в год опять поникнет, здесь опять вырастет новый побег, и опять будет опускаться. И вот эта часть, она будет постоянно отмирать со временем, она отомрет, дальше это опустится на ее место, через год она зацветет, здесь вырастет новый побег, эта часть отомрет, и вот будет такими канделябрами. Очень проблемная у нас даже жимолость, с ней многие не боятся, что с ним делать. По такому же принципу, вот она растет, 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 эта ветка ушла уже под тяжестью вниз, здесь выросли новые побеги, и вот так вот она абсолютно канделябрами нарастает. Для того, чтобы с ней справиться, можно в течение сезона укорачивать вот эти побеги, можно весной омолаживать, потому что у растений есть спящие почки. Дерево, оно так по себе приспособлено, что у него на протяжении жизни распускаются не все почки. Если мы посмотрим, обычно просыпаются концевые почки. Здесь вот почки тоже есть, но они не просыпаются, они спящие, они резервные. В зависимости от сорта, в зависимости от дерева, пробудимость почек у растений и побега образования. Что это такое? Вот допустим, это нам не надо. Вот веточка выросла, в основном отросла концевая часть, почки проснулись, потому что у растения гормоны роста движутся наверх, концентрируются наверху, просыпаются в основном верхняя часть. Эти почки, которые внизу, на всем протяжении побега, они спят. Они нам нужны как резерв, для того, чтобы подтяжесть она опускается через год, через два, эти почки пробуждаются, потому что гормоны роста у нас будут концентрироваться здесь. В зависимости от дерева, это может быть поярочник, это может быть яблоня. У каждого дерева есть хорошая пробудимость почек, есть плохая, есть хорошее побегообразование, есть плохое побегообразование. Хорошая пробудимость почек это вот когда на протяжении всего побего полностью просыпаются все почки, вот они маленькие, но они короткие. Поэтому в этой речке хорошее пробудимость почек, но плохое побегообразование. Для этого образование хорошее, когда из этой почки вырастает не маленький прутик, а вот хороший побег. Он фотосинтезирует питательные вещества и они сбегаются как речки в ствол. Когда у нас очень-очень много побегов, то у нас ствол получается толстым, много питательных веществ, много листового аппарата и ствол получается толстым. Когда у нас плохое побегообразование, то слишком мало листы, столик получается вот такой вот утонченный и потом по тяжести плодов он очень-очень гибкий. Если взять там карандаш, прутик, то его очень-очень легко согнуть. Когда у нас много листовый наверху, она стекается, у нас ствол получается спержестый, вверху он тонкий, внизу толстый. Он получается упругим. В зависимости от разных растений у них побегообразования очень-очень разные, поэтому нам нужно это знать. У нас растений очень-очень много, переусадебные участки маленькие и допустим мы хотим действительно выселить красную какую-нибудь форму рядом с дорожкой, а это двух, двух с половиной, там, трехметровый куст. Мы должны его сдерживать. Вот, если мы его будем оставлять просто в сводное плавание, то у нас будет длинный-длинный мощный побег, в основании он будет абсолютно голый, наверху он будет распускаться, потом будет разваливаться, и он будет большой. Поэтому мы его должны прирезать. Вот смотрите, вот здесь была прирезка, побег был укорочен, и здесь проснулись два побега. Вместо одного длинного хлыста, вот такого, здесь у нас образовалось два довольно-таки компактных, хороших. Если бы этот побег тоже здесь прирезали, то у нас куст был бы одинаковый, грубо говоря, вот как этот. Вот его тоже здесь прирезали, этот побег сам по себе ушел в сторону, он не был таким сильным, мощным, длинным, вот, у нас кусты вот такие вот компактные. И в зависимости от того, мы когда к дереву подходим, мы можем даже не видеть, не понимать, что у нас за сорт, какой он. Мы смотрим на его побег образования, допустим, длинный. У плодовых деревьев, у яблонь, у грушек мы прорезаем для того, чтобы зона кущения, зона плодоношения была ближе к основанию центрального проводника. Поэтому мы его и прорезаем. Вот, можно обрезать, формировать ножницами, грубо застригать, можно либо работать на перевод. На перевод это не просто укорачивание однолетнего побега, вот так вот, а именно перевод на боковое ветвление, на боковую веточку. За счет этого у нас формы получаются опрятными и естественными. Вот, допустим, мы работаем на перевод, мы здесь укорачиваем переводом, у нас просто абсолютно естественные. Можно укорачивать побеги таким образом, это для таких, для таковерных форм, для шариков геометрических форм, либо работать на перевод. За счет этого у нас получается абсолютно естественная форма. можно сделать, если вы, допустим, не узнаете, не умеете, допустим, создать форму, берете сначала ножницы, ножницами грубо отзастригаете, как здесь, а дальше уже работаете на перевод. На перевод, допустим, здесь шаппортовые веточки, у нас получается более легкая, более начутная форма. И этот принцип, он, это побегообразование, полярность, так называемая, когда у нас ветка под тяжестью подникает, начинают вырастать новые побеги. Это касается абсолютно всех растений, что деревьев, что кустарников, абсолютно всех. Просто у кого-то она явно выражена, у кого-то мини выражена. Вот здесь тоже, эспирея серая. Очень часто из нее формируют живые изгороди, блоки. Она сама по себе где-то полтора, два, два с половиной, ну, два с половиной нет, в диаметре может быть два с половиной, но по 8-7 где-то полтора метра достигает. Вот она разваливается. Разваливается за счет того, что как раз побегообразование у нее очень-очень плохое. Вот голый хлыст, питание идет сверху, стекает вниз, и у нас этот стволик он абсолютно как карандаш, абсолютно ровный. Он очень-очень дипкий. Для того, чтобы создать очень жесткую форму, мы должны их формировать с молоду, не ждать, не покупать большой куст и высаживать, потому что он потом будет разваливаться. Вот, мы его должны сдерживать и по чуть-чуть поднимать. Первый год посадки, вот допустим, здесь был прирезан черенок, он дал нас десяток веток. Дальше на следующий год мы можем в течение сезона его кормить, он у нас отрастает, набирает силу коренью, будет мощно, на следующий год мы можем туда вот просто его взять, поднять на 10-15 мм выше, чем прошлогодний срез и срез. За счет этого у нас будет, не будет таких огленных столов, ветки будут у нас побеги новые отрастать вот из этих ниже среза, за счет этого питание будет ближе к основанию и вот эта ветка она будет толще. За счет этого будет у нас каркас жесткости и из года в год, допустим, нам нужно поднять изживую изгородь, метр. Мы можем взять вот такой куст, его высадить, грубо говоря, вот метр, но он развалится и будет у основания голый. Поэтому сразу все нельзя делать, по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы его из года в год, 10-15 см поднимаем. Тут еще важен такой момент, нужно нам цветение, либо не нужно. Потому что, допустим, пузыреплодник сам по себе хороший, когда молодая листоват растает, она очень симпатична, красива, и у него цветение на прошлогоднем приросте. Сирия серая также, она цветет на побегах прошлого года. Если мы вот эту часть срежем, у нас сведения здесь не будет. Именно как раз на этих маленьких петочках она не цветет. Поэтому весной, допустим, если нам нужен пузыреплодник или бакизильник, мы весной его без проблем можем срезать. Он отрастает, он не будет свести. Если нам нужна аспирия серая, так, чтобы она была плотной и цветущей, то мы ее обрезаем после светения. Ну, конечно, первые годы нам важно задать структуру. Поэтому даже в питомниках, в садовых центрах, ну, в садовых центрах еще держат цветение, а в питомниках не церемонятся. Им нужно выгнать именно саму структуру, и поэтому они не обращают внимания на цветение, они срезают весной, и потом в течение сезона, допустим, спирия серая, у нее довольно-таки продолжительный период роста. У нее нет одной волны, вот, допустим, у сирени. Она отцвела, оторосла, и все. У нее ростовая точка закончилась, она больше не растет, но до конца сезона она будет вот такой. Если мы ее сейчас подрежем, то она больше не вырастет в этом году. Вот. Лучше ее оставить, потому что здесь много листвы, листва кормят корень, корень набирает массу. И на следующий год весной, допустим, если нам не нужно светение, мы ее можем подрезать, корень мощный, он опять начнет пытаться восстановить вот эту вот листовую массу. Вот. Поэтому можно резать весной и дальше в течение сезона по чуть-чуть ее поднимать. Все зависит от того, что вы хотите сделать. Если вы работаете с кроной, тогда она у вас уже сформирована, то тут идет принцип того, что вы можете в течение сезона обрезать, несмотря на какую точку, потому что, допустим, когда работаем пусторезом, секатором, ножницами, то это меглядие формируется. Весной, потому что если мы будем каждый год обрезать на 5-10 см, то через 30 лет оно у нас будет не таким, а вот таким. Поэтому весной, допустим, если у нас уже сформирована форма, в течение сезона мы его сдерживаем, обрезаем, без разницы. Весна приходит, мы эти 5-10 см обратно уменьшаем. И тогда у нас весной опять она отрастает, мы опять с ним работаем, у нас неизменно из года в год как раз пусто на одном и том же расстоянии. вот как раз можно поговорить про то, как издерживать деревья, кустарники. Мы сейчас поговорим про кустарники, потому что очень часто люди не знают и есть такие спериотипы, когда там говорят, допустим, гортензию метельчатую нужно обрезать на две почки постоянно, из года в год. Это тоже здорово, хорошо, она красиво выглядит, но из года в год, вы представляете, на 15-10 см каждый год поднимаем. Поднимаем кустарник и тогда он у нас вырастает большим-большим. Мы хотим его по идее своей, издерживать и так, чтобы он у нас был неизменным. Он как раз вот здесь покажу вам. И если мы каждый год будем его обрезать, допустим, на две почки, раз-два, на две, на три, то каждый год он будет увеличиваться. Нам этого не нужно. Поэтому есть, допустим, три вида обрезки кустарников в течение сезона и весной так, чтобы он у нас находился неизменно на одном и том же уровне. Допустим, мы можем какие-то побеги вырезать на две почки. Что-то, которое побег пониже, можем вырезать на одну почку, либо возвращать на ту летнюю травесину. Расыпается спящей почкой. Идет побег возобновления. И тогда у нас получается на на одном и том же кустике у нас есть, допустим, вот смотрите, очень часто бывает так, что отрастает один сильный побег снизу, но здесь слабенький. Вот бывает, сейчас, когда мы обрезаем на две почки, у нас ставят верхние мощные побеги, нижний укорочим. Нижний мы можем обрезать на на одну почку, этого побега из двух тоже один укорачиваем, а один оставляем именно так, чтобы он там на две почки. А следующий год, то, что отрастет здесь, допустим, скажу, наверное, на середину. Это касается абсолютно всех растений, это касается и клематисов, разные абсолютно группы цветения. Как раз у них схожее побега образования, ну, допустим, нам нужно цветение. Какой-то год мы прирезали, или он отцвел, мы убрали цветонос, проснулись две почки, пошел побег. Из года в год он будет все выше, выше, выше. Что я могу сделать? Я могу в какой-то год, да, немножко убрать цветение, один из побегов, я его прирезаю, у меня будет чуть-чуть меньше цветения, но зато здесь я не останусь. Я вот побег пререзаю, этот оставляю на цветение. Здесь у нас отрастает два побега новых, укороченных, вот таких вот, на замену. На следующий год, этот, допустим, уже отцвел, этот будет цвести, он будет чуть пониже, на следующий год я уже работаю с этим побегом, я его укорачиваю. У нас получается такая циклическая замена, из года в год он у нас на одном уровне. с каждым годом будет чуть подниматься выше, на 5 сантиметров, но также в середине кроны я могу работать с этим побегом. И за счет вот этой регулировки у нас будет крона, да, она будет не такая пушистая, но зато у нас будет и цветение, и возобновление. Мы его режем, обрезаем, здесь у нас возобновление. На следующий год также обрезаем. За счет этого у нас получается цветение и куст мы держим на одном и том же уровне. С гортензией обслуживаем точно так же. В какой-то момент мы можем в гортензии вот тоже так бывает, что за счет того, что там гормоны росты идут наверх, два концовых побега очень мощные, ниже развиваются вот такие маленькие укороченные. В какой-то год мы можем вернуть, обрезать на перевод, на боковое витрине. Тогда мы куст понижаем, здесь у нас вот это мы оставляем на светение, оно будет абсолютно нормально цистить, а вот это перерост, мы его понижаем. И тогда из года в год у нас крона абсолютно на одном и том уровне. Есть, конечно, кто не умеет обрезать, обрезает с каждым годом на две, на две, на две точки, он растет, 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 потом какой-то год он уже большой, его берут полностью, обрезают на корень, он опять возобновляет. Мне нравится, честно говоря, сирени старые, у них большие огромные стволы. Это красота стволов, это время, патина так называемая, поэтому я стараюсь основание стволов оставлять, оно может быть и метр, и два метра, но именно работать дальше на возобновление, на укорачивание. Таким же образом можно формировать абсолютно хорошие зонтики, шары, все что угодно. Именно по такому принципу мы не вредим, у нас будет и цветение, будет и стабильный нормальный крон. Принцип одинаковый, что у деревьев, что у кустарников абсолютно, у яблоня, у груш, у сливы, там также допустим мы оставляем однолетний прирост, на следующий год он закладывает, идет закладка цветочных почек, через год он уже будет свистеть. В это время мы обрезаем какой-то покороче на замену. Дальше после того, как этот плодоносел мы его обрезаем, укорачиваем. Этот у нас будет с плодами, этот будет на возобновление, там еще один у нас где-то средний, который отрастает. Поэтому это работает абсолютно на всех. Продолжение следует... субтитры Сперея японская, немножко другой тип цветения, она цветет так же, как и гортензия на побегах этого года, поэтому, допустим, весной она, нет, летом она вот сейчас зацветает, теперь японских много-много сортов, поэтому там без разницы, она цветает после цветения, мы можем ее не трогать, это будет нерашливый куст, весной его застригаем, опять она отрастает, опять зацветает, можно ее обрезать после цветения, можно до цветения, если вам нужно цветение, значит оставляем, она цветет, после того, как она отцветает, мы ее застригаем, и потом, допустим, этот сорт очень интересный, Gold Claim, у него очень интересно то, что молодые листочки, они такого вот красного цвета, потом она желтеет, и после цветения, когда мы ее обрезаем, получается вторичное отрастание, и она будто бы цветет, вот именно прям, можно сделать идеальные плюшки, массивые, плотные, хорошие, и она отрастает уже без цветения, хотя, может, если чуть-чуть раньше не дожидаться полностью, когда она отцветет, вот она уже такая, становится полуувявшей, мы ее можем обрезать, подкормить, и тогда можно добиться вторичного отцветения, вторичное отцветение, да, она будет красивым, поэтому можно обрезать, тут все зависит от того, от цели, от задачи, потому что у нас есть сады регулярные, где спирея японская, Little Princess, она высажена в бордюры, и там нам не нужно цветение, она нужна, потому что у нас, к примеру, сам шит не растет в наших условиях, нам нужен просто что-то такое, прям плотный бордюр, поэтому мы не ждем цветения, мы ее застригаем, 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 она становится плотной, плотной, вот, и за счет летней обрезки мы как раз, добиваемся того, что у нас вместо одного прутика, если мы ее прирежем, то образуется 5-6 новых, да, она получается плотнее, вот, это что касается лиственных, у нас есть сады, где заказчики, как бы, хотят полностью, вот, все цветение увидеть, и от начала сезона до конца мы его не трогаем, он цветет, там даже сеется, и потом с этими семенами боремся, а можно вот, когда он уже основное свое цветение закончил, остаток цветения есть, это получается у нас где-то, ну, начало июля, наверное, начало июля, так же его берете, вот, так вот берете в охапку его, срезаете, все это в вазу ставите, вот, и дальше он уже начинает отрастать, во-первых, он начинает отрастать от концов, и у готовника, у него интересно то, что потом начинает отрастать от основания, от корня, начинают отрастать новые побеги, за счет этого у нас, получается, на концах среза может такое быть повторное цветение, там просыпаются вот такие вот укороченные побеги, и в то же время от основания куста начинает нарастать новая масса, да, куст, получается, пышный, пышный. В принципе, можно его резать, обрезать, говорю, весной, как я работаю, весной мы его обрезаем, делаем пониже, так, чтобы у нас форма с каждым годом не набирала объем, мы его срезаем, дальше он цветет, после цветения опять застригаем, он отрастает вот такими вот красивыми цветочками, листиками, и прямо шикарно. И на следующую весну опять мы его собираем, застригаем, цветет, так с года в год. Обязательно нужно понижать, за счет того, что мы его понижаем, у нас идет отрастание но он побегал более мощно, потому что корневая система, а ей нужно питание, она пытается восстановить зеленую массу, и тогда он нормально отрастает. Это что касается именно лиственных деревьев, кустарников, у сосны, у нее тоже, в принципе, если мы будем сосногорные, без разницы какая, грубо говоря, у лиственных деревьев есть спящая почка, у них в процессе эволюции как-то дерево пытается само себя возобновить. Даже если там большие старые деревья падают, от корня начинает отрастать молодежь. У сосен, у них спящие почки, ну во-первых, у них хвоя живет в зависимости от вида 4-5-6 лет. Вот годовой прирост, молодая хвоя, вот второй год, третий год, четвертый год, на пятый уже все, хвои нет, она пустая. Спящие почки у сосны также живут 5 лет, поэтому взять, если она там переросла, потом взять ее забрить как спирею, то у нас ничего не получится, она погибнет. Это касается и горной сосны, и сольвестри, с обыкновенной сосны, поэтому из года в год мы можем ее так же формировать, сдерживать по нескольким путям пойти. Отрастает молодой побег, свечка. Мы можем ее прищипывать, за счет этого у нас просыпаются спящие почки, и побег получается не 10-15 см, он получается 5 см, в зависимости от того, где мы его прирежем. Мы его можем прирезать, можем прищипнуть. За счет этого у нас получаются укороченные побеги. Если, вот можем по такому пути пойти, можем взять просто ножницы и, грубо говоря, молодой прирост прирезать, не прищипывать каждую. Когда мы прищипываем, хвоинки у нас остаются целыми, вот, и выглядит хорошо, красиво. Если ножницами работаем, то тогда хвоинки у нас получаются прирезанные, они могут там кончики подсохнуть. В принципе, вот как здесь, даже видно, была прирезка. Либо мы можем работать на перевод. На перевод мы можем брать центральный проводник, убирать полностью, переводить на укороченный см. Мы можем работать до тех пор, пока есть хвоя. Пока есть хвоя. Пока есть хвоя, допустим, мы можем здесь обрезать, а тут у нее есть 5 щипочка. Мы ее прирезаем, на следующий год отрастает, вот так же, как и здесь было сделано, центральный был удален, отрастает новый молодой пыль. Если мы будем обрезать сильнее, там, где нет хвои, то у нас ничего не вырастет и растение может померить, если полностью у вас есть ручка. Вот, поэтому вот именно у сосны нужно этот момент учитывать. Спящие пыльщики где-то 5 лет живут. Дальше они погибают и растение само себя не возобновляет. Поэтому это нужно учитывать и формировать растение с молодой. А когда мы формируем? Когда мы формируем? Да. Июнь, да? Смотрите, как бы свежие побеги, как только они отрастают, хвоинки начинают, они сначала собраны, вот так, и короткие. Как только они начинают чуть-чуть отходить от побега, там можно уже ломать, прищипывать. Но, если вы не успели, прищипывать можно руками, это легче. Если вы не успели, то можно потом в течение сезона без проблем обрезать. Потому что, на самом деле, это не просто хвоинки. Там есть в каждой хвоинке, сосны бывают двух-трех хвойные. Видите, хвойные. У них в серединке находится почка. Вот хвоинка, если так раздвинуть, посмотреть там микроскоп. На самом деле, это укороченный побег. Называется прохипласт. Там находится почка. И в любой момент, когда мы ее прирезаем, именно молодой однолетний побег, мы его прирезаем, вот эта почка, она начинает просыпаться. И в течение сезона, без проблем, вы можете весной, летом, осенью, зимой укорачивать, и он вырастет. Но именно однолетний побег. Потому что на двухлетних, а на двулетних, там уже, в зависимости от вида, в зависимости от условий, эти бракипласты немножко хуже просыпаются. Поэтому лучше, конечно, весной. У нас, к сожалению, сейчас много садовников, специалистов, работают просто ножницы. Это легче. Действительно легче. Подошел, обрезал куст. Он форму приобрел и все. Но не во всех садах нужны такие жесткие формы. Поэтому в садах, где у нас такие натуральные пейзажные сады, в основном работаем на перевод. Вот как я здесь показал, вот на данном пустике. На перевод, за счет того, что мы укорачиваем, порезаем, она остается естественной. Вот. Поэтому естественная форма, природная, она легкая, ажурная. Также и сосная. Можно работать ножницами, получается, быстро. Но они везде всегда нужны. Поэтому европейские сады, там, Бельгия, очень часто... Смотрите, какое разнообразие. У этого кустарника вот такое действительное, у этого такой, такой, такой. Там все берут, застригают, заходишь в садик. Шарик, плюшка, еще там что-то. Да, оно все такое лепистое, пестрое, желтое, синее, зеленое, но оно все-таки искусственной формы. Здесь же такое богатство, поэтому тут лучше формировать. Оно дольше получается. Поэтому ты, когда заходишь в сад, начинаешь вот это вот, над этой сосенькой сидеть, ее прищипывать, перерезать. Сейчас там проходит полдня, ты все еще сидишь и тут за невакей обрезаешь. А заказчик такой думает, да когда же ты там ее доделаешь, а у тебя еще их тридцать четыре. Не, он радуется. Когда мы подходим к дереву, к растению, мы смотрим на его побегообразование. Это о том, что я уже говорил, о чем рассказывал. Побегообразование. Вот берем куст. Если мы его высадим в живую изгородь, основание также голое и останется. Будет только наверху. Поэтому, сколько бы мы не высадили с десяток кустов, основание будет голое. Поэтому для того, чтобы формировать живую изгородь, мы можем что-то оставить высокое. А какие-то побеги, которые у нас отходят в сторону, мы их должны обязательно перерезать. Вместо длинной, пустой, голой палки у нас получается вот раз веточка отрастает, два веточка отрастает. На следующий год мы еще раз ее перерезаем. Поэтому за счет перерезки у нас получается, здесь идет побегообразование хорошее. И у нас получается довольно-таки хороший пушистый куст. Но, тут нужно еще смотреть на то, как выглядят большие кусты, большие деревья. Потому что из бояшечка тоже можно брать дерево, я считаю. Допустим, чубушник очень часто, да, он большой, но очень часто у него такое бывает, что низ в основании оголяется. У нас есть много коттеджных поселков, где вместо заборов высажены живые изгороди. Вы знаете, как бы там местные ребята, садовники это все застригают, застригут и едешь, и вот просто наблюдаешь, как это все выглядит. Чубушник, половина стоит голая, половина вот основания, метр где-то, листиков немного, вверх зеленый. Проезжаешь дальше, там смотришь яблони декоративные, шикарные изгороди. Она и цветет, и застрижена отлично. Поэтому есть некоторые кустарники, которые подходят под живую изгородь. А что же не подходит? В зависимости от побега образования, еще в зависимости от того, насколько жесткий куст. Допустим, из чубушника у него, допустим, плохое побега образование, низ будет голый, но зато стволы утолщаются, и он довольно устойчивый, если его застригать. Пузыреплодник, тоже у него плохое побега образования снизу, он там отрастает, но не очень-очень хорошо. Но у него побеги, вот они не жесткие, не плотные, они постоянно разваливаются. И нужно, если мы хотим двух-трехметровую изгородь, пурпурную, нужно делать специальный каркас, либо его подвязывать, что можно делать. И тогда у нас будет живая изгородь, но он разваливается. И вот, для маленьких бордюров, пожалуйста, как бы, теперь есть серая, все можно делать и формировать. Брунино-Альфийская. Она шикарная в плане живой изгороди, ордюров, потому что она, во-первых, очень похожа на кизильник, ой, на пузыреплодник. Но у него довольно-таки прямостоячие побеги. Они хорошие, жесткие, плотные. Но, в любом случае, при формировке, вот здесь были высажены посадочные единицы. И вот мы смотрим, что она начинает, хоть она была прирезана с прямо у основания, можно видеть, ребята прирезали. И вместо одного-двух листиков вырос десяток. Сейчас, в данный момент, нам нужно было чуть-чуть раньше, вот она растет еще, у нее дочка роста еще хорошая, ее прирезать. И вот здесь можно либо просто брать кусторезом, либо секатором. Вот эти все боковые побеги, мы им должны перерезать. Потому что все равно у основания почки будут спящие, а верху, мы видим, они уже просыпаются. Новые, боковые. Поэтому, за счет того, что мы будем укорачивать вот эти вот побеги, прям смело, сделали нижний ряд. Вот. Дальше, следующий, формируем следующий ярус. Можно смело продолжать. Вот эти вот ветки у нас будут заполнять вот это пространство. Эти ветки будут следующие пространства заполнять. Нижний ярус берем, прирезаем на этом уровне. У нас получается побег образования с этой стороны образуется. Следующий ярус здесь прирезаем, чуть-чуть выше. Тогда получается у нас полностью, вот эти ветки работают здесь, эти ветки работают здесь. Какой ступенечкой делаешь? Грубо говоря, стенкой. И это касается даже больших деревьев. Потому что растениям нужно не только питание, корневое, им нужно свет. Когда у нас растение растет, они начинают ветки отменять друг друга. Вот, допустим, выросла ветка с нижнего яруса. Здесь вышли еще эти ветки. Она выросла, начинает притенять вот эти ветки. Эти ветки начинают стыкать вверх, начинают притенять эти ветки. Получается безобразие. Очень часто бывает такое, что большие живые изгороди вырастают, у них есть многоствольность. Потому что человек вмешивается в их жизнь, начинает там пререзать. Либо они сами по себе начинают там конкурировать между собой. И получается много вот таких, грубо говоря, бестолковых столов. Они конкуренты для центрального проводника. И так как у боярышника, у него хорошая пробудимость почек, но плохое подбегообразование, у него получается здесь буллое, только на конце распускается подбег. Для того, чтобы у нас была живая изгородь абсолютно хорошая, злотная, мы весной должны вот эти вот ветки, хвосты, их привязать. Для того, чтобы вот эта зона помещения, вот эти ветки, они были здесь. Когда у нас каждая ветка из каждого яруса будет отходить, она будет заполнять свое пространство. Нижняя ветка, она отошла, она пререзана, она занимает эту пространство. Следующая отросла, занимает эту пространство. Следующая это, слишком длинная. Она потом, в будущем, по тяжести, за счет того, что она, этот карандаш, она будет еще и разваливаться. Если мы ее не будем стричь, хотя плодок она вообще будет вниз. Поэтому вот где ветка отошла, мы ее вот здесь как раз именно обрезаем на внешний путь. Мы ее пререзаем. Это что касается именно посолу света. Что касается конкурентов. Конкурент, это конкурент центрального проводника. Он у нас обычно сильнее сверху вверх. Когда мы стряжем живую изгородь, вверх прям слотный и хороший, вниз начинает оголяться. И очень часто бывает такое, что у нас идет прикинька, потом мы какой-то перерезаем, здесь получается фута голая. Также и вот конкурент. Он задевается наверх, у него здесь пол абсолютно-абсолютно голый. Здесь ветки несчастные, никакие отчислявшие. Поэтому мы можем, конечно, взять его пререзать наверху. Но наверху у нас и так там уже много пробегов. Мы лучше его прережем куда-то на боковое ветвение. Мы можем его внизу пререзать. И вот взять его с период на внешнюю ветку. И вот эта вся масса, она будет работать у нас внизу. Если у нас много стволов, очень часто бывает такое, что живая изгородь, она у нас, ну, вот как здесь, вот, свородина, очень-очень много побегов. Мы выбираем несколько побегов, на которых нет бокового ветвения. Они обычно находятся в середине. Пуста. Потому что здесь темно, они вытягиваются потом, они работают наверху. Вот эти все боковые стволы, мы, допустим, представляем, что это у нас боярышки. Мы их начинаем пререзать. Что-то ниже, что-то выше. И заполняем вот это все пространство. Когда на следующий год ниже веса, у нас начинают просветаться новые ветки. И тогда у нас получается абсолютно хорошая живая изгородь, блок. И он будет абсолютно стремленный. И на следующий год мы уже можем застерегать. Ветки, которые уходят во внутрь, мы их удаляем. Потому что там света нет, питательные ветки уходят в корень. А здесь еще синтеза нет. Они только забирают растительные ветки. Поэтому такие побеги, ну, это уже санитарные обрезки, так скажем. То, что там лишнее, то, что минусы, мы его убираем, зарезаем. Допустим, дальше идет структурная обрезка. Мы смотрим так, чтобы он не красив был. Допустим, вот эта ветка мешает этой веткой. Здесь у нас пространство занято вот этой веткой. Мы берем, переводим. Переводим сюда. Дальше ветка у нас вот эта идет во внутрь. Дальше мы смотрим, что кому мешает. Кто-то говорит, кто будет снимать. Это поставим сюда. Либо мы ее прирезаем на внешнюю почку. И вот такому образом мы формируем абсолютно всю пробу. Также по времени обрезать формировку. Если мы хотим сделать так, чтобы у нас набивалось в течение сезона, становилось плотнее, то мы можем работать с однолетним приростом. Мы можем его укорачивать в течение сезона. Делать это один-два раза в сезон. Мы перерезаем. За счет этого у нас вместо одного костика вырастает два-три. И оно становится, во-первых, укороченным, во-вторых, плотнее. И за счет того, что мы здесь перерезаем концевую точку, а вот эти если мы трогать не будем, то гормоны роста пока не пробудет вот эту скройчую почку, они затекут сюда, и этот комплект начинает все нерастить. За счет этого мы можем управлять их ростом. Мы должны понимать, хотим мы этот рост, либо не хотим. Поэтому тут можно обрезать во время роста активного, можно обрезать после активного роста. После того, как он закончится. Допустим, если мне нужно обрезать сам шифт, я могу его резать несколько раз в сезон. Могу вот он отрос, я его взял застриг. Но рост еще продолжается. Я его застригаю, и очень часто бывает такое, что я прохожу, застригаю внешний ярус, а нижние ветки, которые у нас находятся внутри, я их не затрагиваю, потому что я работаю ножницами, машинкой их застригаю, а эти у нас продолжают расти. Через неделю, через две, что у нас получится? У нас получится вроде бы все хорошо, но будут торчать вот такие вот хвосты. Потому что я все застриг, там почки уже не активные, они пока там проснутся, а вот эти активные. И они начнут у нас вот так вот торчать. Поэтому через неделю, через полторы мне нужно будет прийти и делать корректировку. Нужно будет опять вырезать. Если довольно-таки продолжительный рост, то я сделаю корректировку через неделю, через две. То, что я состриг, оно уже начнет расти. И это вот получится вот так вот, постоянно мне нужно будет приходить. Поэтому, допустим, клёны, ну растения, которые имеют одну волну роста, я стараюсь застригать после того, как рост закончится. Допустим, клёны должны быть стричь там несколько раз. Глобосумы, ну, без разницы какие. Я жду пока она восстановится. Нет такого времени, там, июль-август месяц, ну, приблизительно да, июль месяц. Но я подхожу, смотрю, все, концевая почка затухшая, роста нет, я начинаю стричь. Если я чуть-чуть раньше это сделаю, то мне будет нестабильно, все равно будет постоянно там что-то вырываться. Поэтому тут зависит от того, что вам нужно. Нужен рост, либо не нужен рост. И это касается еще, допустим, растений, которые цветут. Допустим, клубусник. К клубусник мы можем его ставить так, чтобы он рос большим. Ну, вот, допустим, здесь его прирезать. То есть, его прирезать. Его можно прирезать, но, когда он начинает свистеть, в принципе, на побегах прошлого года, на укороченных таких, на ростовые побеги начинают выходить наверх. И очень часто бывает такое, что у колейной, у клубусника, когда они растут, если мы их не строим, когда они начинают свистеть, то есть побеги, они уже выросли, как в данном случае, но мы всего цветения не видим. Поэтому во время роста, когда перед цветением, мы можем смело взять терпись однолетний перерост. Если мы говорим про жесткую форму, мы вот этот однолетний перерост, мы его застригаем туда вовнутрь, в глубину, мы видим цветение. Ростовой аппарат мы укоротили. Точку ростовую тоже, кто-то убрали. Вся питание, вся энергия тратится на цветение, рост заканчивается, и у нас получается абсолютно хороший шарик, который будет... Ну, шарик или шарик, как-нибудь, корма. И будет пятная флаг. Она будет плотная, будет хорошая. И в дальнейшем, если вдруг будут появляться новые молодые побеги, мы их также зарезаем чуть-чуть глубже, над этой периферией немножко подбегем. Так, чтобы их не было видно. И да, у нас полностью включая рост. Вот. И самое главное то, что рост замедляется. Если мы укращиков уменьшаем листовой аппарат, корень у нас не будет набирать ту массу, потому что листовой аппарат маленький, и корень не будет большой. Соответственно, на следующий год растение уже не даст такого большого-большого прироста. Мне это касается ёлок, допустим, ну, это касается всего, но очень часто, когда мы застригаем или обыкновенную, или ель колючую, ну, ёлки, очень часто бывает такое, что там периодичность такая. Получается, мы молодой прирост укорачиваем. Молодой прирост, он самый активный, молодая хвоя. Мы его укорачиваем, соответственно, питательных веществ корень упасёт намного меньше. На следующий год, в этом году 15-20-30 сантиметров был прирост, мы его укоротили, мы его обрезали. На следующий год прирост будет 5 сантиметров. Вот. И тут как бы уже вот это вот именно корреляция, равновесие вверх и вниз. Если мы хотим так, чтобы у нас там ёлка была пушистой, мы можем чередовать. Год обрезать, год не обрезать. У нас за один год, когда мы застригаем, корень будет немножко голодать, не будет так записать много питательных веществ. То есть на следующий год молодой прирост мы оставляем, он идёт там, запас идёт, на следующий год отрастает уже большой прирост. Поэтому тут регулировать, регулировать рост. Так что вот так. Вот так. Я, на самом деле, очень, наверное, горда, что именно у нас мы все с вами собрались. И очень приятно видеть такое большое количество коллег именно. А говорят, что в Питере коллеги не другят между собой, и все ландшафтники каждый по отдельности. Вот. Похоже, есть место, да, где все с вами собираемся. И спасибо большое Александру, что приехал. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»